Масленичная или сырная неделя в этом году с 20 по 26 февраля. Считается, что праздник помогает людям проводить зиму и разбудить природу ото сна, а также подготовиться к великому посту. В масленичную неделю из рациона полностью исключают мясо, но оставляют пока молоко и яйца. Именно из этих продуктов и готовят главное угощение праздника, символизирующее солнце – блины. Их пекут сладкими, солеными, с начинкой и без. В канун праздника большинство заведений Севастополя стараются расширить привычный ассортимент для своих клиентов. Во время масленицы спрос на блины возрастает, естественно. Все хотят попробовать для себя что-то новое, какие-то новые предложения. Чаще дети заказывают какие-то простые блины, например, со сгущёнкой, либо просто с шоколадом. А взрослые берут больше с начинками и, наверное, мужчины всё-таки по солёным, а женщины больше по сладким. Однако большинство севастопольцев предпочитают печь блины для всей семьи самостоятельно, как это делали на Руси. Многие готовят их по старинным рецептам, без начинки, а кто-то считает, что секрет идеального блюда именно в ней. Ну, блины-то обязательно с рыбкой красной, со сметанкой, с чем ещё? Ну, с жемом, со сгущёнкой. А ты как пейлишь? С конрасной рыбой солёной. Ну, с чем ещё можно? С жемом тоже люблю. Блины с мёдом, с икрой, вареньки с капусточкой, с картошечкой. Это мы делаем обязательно, отмечаем масленицу, заранее начинаем. Утром завтрак в понедельник, стопка блинов и разнообразные начинки. Там уже кто как хочет, так себе и упаковывает. С понедельника по воскресенью блины печём. Воскресенье на сжигание чучела. Блины печём? Чучела не сжигаем. Блины печём, да? Знаешь, что в масленице, блинов напекли, наелись, отметили, пошли дальше. И всё в порядке. Всю неделю пекут блины, начиная с 20-го числа и по 26-й. Дарят своим родственникам, родителям, носят в гости. Это всю неделю продолжается. Масленица с давних времён считается самым весёлым, шумным народным праздником. Наши предки говорили, не потешишься в широкую масленицу, значит жить в горькой беде. Поэтому праздник отмечать надо на широкую ногу. Наиболее важными днями масленичных гуляний считаются понедельник – встреча масленицы, четверг – широкая масленица и воскресенье – прощание, когда принято сжигать чучела. Всю неделю с 20 по 26 февраля в Севастополе будет работать две праздничные ярмарки на Приморском бульваре и улице Павла Корчагина. На площадках можно познакомиться с работами народных мастеров, приобрести праздничные сувениры, мёд, пряники, а также угоститься блинами с чаем. Анна Леготина, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.